Девушки отдыхают Я должна буду отказаться его выполнять и доложить вашему начальству Сэр Поговорим позже, Уильямс Буду ждать, сэр А, пока я здесь Ты сказала, что теперь служишь у капитана Шепарда Видели его в новостях? Такой красавчик До скорого, сестричка О, скажите, что вы этого не слышали Боюсь, что слышал О, пристрелите меня Это одна из моих сестер Это Сара, самая младшая В чем дело? Вы же пришли не мою личную почту подслушивать Семья для вас, кажется, очень важна? Да, мы всегда были близки Особенно с сестрами Папа постоянно был на службе Я помогала маме их воспитывать Я был единственным ребенком в семье Но суть мне ясна У меня один из родителей всегда был на дежурстве Да, военные семьи Эх, с такими графиками дежурств удивительно, что вообще дети рождаются Одно время между мной и Сарой отношения были напряженные А потом мы помирились Похоже, ваш отец не часто бывал дома Семья разве не жила с ним? Папа всегда хотел служить в космосе Но чтобы у нас под ногами была твердая земля Говорил, в космосе красиво, но детей там не вырастешь Покой не для меня Я сушу до капли чашу странствий Всегда страдал И радовался полной мерой С друзьями или один Бродяга ненасытный повидал я многое Чужие города, края, обычаи, вождей премудрых Не думал, что услышу от вас стихи Думаете, раз я способна попасть вам промеж глаз сотни метров Мне не могут нравиться красивые стихи Только никому не рассказывайте Улис был папиным любимым стихотворением Каждый раз перед полетом он записывал, как я его читаю К отставке у него накопилось с десяток разных копий Они ему до сих пор нравятся? Надеюсь, что так Я каждый раз читаю их у него на могиле, когда попадаю домой Папа умер несколько лет назад Но, думаю, он смотрит на меня Так что приходится вести себя хорошо В смысле, оттуда, куда мы попадем после смерти? Точно так, капитан Он теперь с Богом Для вас же это не проблема? Что я верю в Бога? Знаете такую старую поговорку? Не бывает атеистов в окопах под огнем Я под огнем бывал часто Да, пожалуй Я встречала людей, которых раздражала моя вера Говорили, как можно работать в космосе и верить в высшие силы Выглянули бы эти ребята в окно Как можно смотреть на эту галактику и ни во что не верить? Мне надо возвращаться к своим обязанностям Не хотела отнимать у вас столько времени Поговорим позже, Уильямс Буду ждать, Шкипер Эй, Шкипер, выпить не желаете? По особому случаю А что за случай? Сегодня день перемирия Окончание войны первого контакта В моей семье его всегда отмечают Поскольку я единственная Уильямс на борту Решила спросить вас Странный праздник Это было 26 лет назад Для нас это не совсем праздник Скорее, обязанность Только не говорите, что не знаете про мою семью Мое начальство всегда это выясняло В моем личном деле этого нет? В вашем деле вообще ничего нет Только технические оценки и куча малопривлекательных мест службы У этой кучи есть своя причина Я внучка генерала Уильямса Командующего гарнизоном Шанси во время войны Единственный человек, когда-либо сдавшийся инопланетянам Ясно Вот почему вы так надрываетесь Уильямсы должны быть лучше лучшего, чтобы избавиться от подозрений Так сказал мне папа накануне своей отставки Не всякий кретин полезет в профессию, где всю его семью держит в черном списке А я полезла Я не позволю, чтобы наше имя стало символом предательства Мой дед этого не заслужил Я должен был догадаться Но я не знаю, как могу помочь вам Посмотрите на меня, Шепард Вы слышали от меня просьбу о помощи? Не то, чтобы со мной не случается ничего плохого Если мы подольше побудем вместе, я вам кое о чем смогу рассказать Но решаю я свои проблемы сама Мне не нужна жилетка, чтобы в нее плакаться Или рыцарь, который меня спасет Я сильная, и я себе такой нравлюсь И хотела бы нравиться вам Итак, я вас все еще интересую? С моей историей У каждого своя история, Эш Сложнее найти того, в ком она вызовет отклик Ужасно! Скажите, что это китайский афоризм Но послушайте Вот спасем галактику, может Альянс возьмется за дело? Начнет работать, как положено правительству? Альянс несовершенен, но он неплохо справляется Здесь вынуждена с вами не согласиться, капитан Инопланетяне бегают по нашему лучшему кораблю Мы присмыкаемся перед советом Альянс должен научиться самостоятельности У нас ее нет Пока Почему мы не учимся у рас, которые самостоятельны уже тысячу лет? Как можно так говорить после того, что мы видели? Они уже делают вид, что Саран — это наша проблема Наузкивают нас на медведя Расы, входящие в совет, всегда будут думать в первую очередь о себе Такова и человеческая природа Мы не можем себе позволить доверять им, когда на карту поставлено выживание человечества Эш, вы верите в Бога? В непогрешимого всеведущего Творца, имеющего план жизни Вселенной? Думаете, разнообразие взглядов в галактике не входит в этот план? Я не знаю, чего желает Бог Шепард И не думаю, что у человечества есть какой-то божественный мандат, если вы об этом Я не думаю, что мы высшая раса Люди агрессивны Мы быстро думаем, быстро движемся Из-за нашей потребности в постоянном прогрессе Начинались войны Совет может это уравновесить Это... Никогда об этом не думала В такой глобальной перспективе Но случившееся с дедом не становится от этого лучше То, что произошло с вашим дедом, не должно было произойти Что ж, хоть кто-то понимает Да к тому же кавалер звезды Терры Дедушке бы понравилось У меня такое чувство, что скоро дело дойдет до критической точки Но не волнуйтесь, Шепард Я вас защищу Поговорим позже, Уильямс Буду ждать, Шкипер Ему есть своя причина, Шепард Даже если мы ее пока не понимаем Ваша служба на Элизиуме Вы попали в нужное место И в нужное время Благодаря сильному характеру Многого добили И так вы оказались здесь Командуете самой лучшей жестянкой во всем флоте Альянса И вся галактика нуждается в вас Никакого давления Пусть я нужен галактике здесь Но вы нужны мне рядом Боже мой И как только такие фразы вам в голову приходят Простите, я буду серьезней Мне... Мне нужно время подумать Мы сейчас на задании Когда разделаемся с ним, все будет по-другому Клянусь Надеюсь, вы умеете ждать Есть какая-то старая поговорка Насчет ожидания и всего хорошего, да? Совести у вас нет Вам бы все шутки шутить Но я вас предупреждаю Вне поля боя Я тоже сущий дьявол Сладких снов, Шепард Как вы, Шкипер? Держитесь? Это еще не конец? Вы оптимист, Шепард Пожалуй, надо считать это частью набираемого человечеством опыта Мы все придумаем Придется Могу я на вас рассчитывать? Я знаю, что я не самый простой в общении человек Так что я кое-что для вас сделаю Я... Хочу, чтобы вы были счастливы Что бы вам не понадобилось, я помогу Ну вот Сама это сказала Хана моей женской загадочности Я чертову уйму времени провел, пытаясь вас разгадать И я тоже хочу, чтобы вы были счастливы Это в ваших интересах Шкипер Не называй меня так Я теперь предатель Мне даже эту форму нельзя носить У нас не было выбора, Шепард Ты сам знаешь Другого пути нет И для меня ты навсегда останешься шкипером О, капитан, мой капитан Сначала Альфред Теннисон Теперь Уолт Уитман Ты полна сюрпризов Папа любил всех этих сентиментальных поэтов А мама предпочитала Сильвию Платт Я не красноречивый Шепард Другие могут сказать лучше то, что я имею в виду Мы мятежники Летим на похищенном корабле В самую враждебную систему галактики Не могу винить совет за то, что он назвал нас Безрассудными и агрессивными Совсем недавно ты винила бы только их С тех пор, как я на борту Мне многое пришлось пересмотреть Смерть скроет все Но до конца успеем Мы подвиг благородный совершить Людей с богами бившихся достойный Мы еще попадем домой, Шепард Я верю, ты нас выведешь О, капитан, мой капитан Смотришь на меня и видишь только мой ранг? Нет, я вижу сильного и страстного мужчину С великолепной задницей Устав этого не одобряет, сам знаешь Ты готов иметь дело с последствиями? Я всю жизнь за что-то сражаюсь Так что пришлось о многом забыть И все это время мне ни разу не казалось Что я стою того, за что дерусь Останься сегодня со мной, Эш Храбрые слова, Шепард Я люблю храбрых Это не соревнования, Эш Все не так просто, Шепард Но ты научишься Ну что ж Похоже, мы нашли еще один способ Делать зарядку А ты удивишься, если я скажу Что в первый раз за много месяцев Мне кажется, что с Галактикой все в порядке Да Мостик к капитану Шепарду Мы в пяти минутах от мюри-транслятора Дела зовут Поднимайтесь на мостик, Шкипер Пришла пора заняться другими орудиями Эй, Шепард Что бы там ни случилось, я хочу сказать Нет, знаешь что? Я ничего не скажу Если ты захочешь это услышать Тебе придется вернуться ко мне Зашли меня проведать, капитан? Выглядите вы гораздо лучше А как себя чувствуете? Доктор Чаквас Обещала поставить меня на ноги Она превосходно разбирается в физиологии Азари Вы в хороших руках Доктор Чаквас Свое дело знает Капитан, я так и не поблагодарила вас за то, что вы спасли меня от гетов Если бы не вы Я рада, что мы оказались там вовремя Я тоже Я знаю, что вы рисковали, взяв меня на борт Я же вижу, как ваши люди ко мне относятся Они мне не доверяют Но я не такая, как Бенезия И сделаю все, чтобы помочь вам остановить Сарена Обещаю Не волнуйтесь, Лиара Я вам верю Знаю, вы меня не подведете Для меня это очень важно, капитан Спасибо Расскажите мне о себе, Лиара О себе? Боюсь, моя жизнь не так интересна, капитан В основном я проводила время на дальних раскопках Добывала из земли всякую ерунду, погребенную в старых протеанских руинах Я так понимаю, занятие ваше опасное И к тому же вам бывает одиноко Иногда я натыкалась на местные формы жизни Или сталкивалась с шайкой наемников или каперов Но я всегда была очень осторожна Мои биотические способности всегда выручали меня Пока геты не напали на меня в Тау Артемиды А что до одиночества? Что ж, это-то мне и нравилось больше всего Иногда мне просто надо побыть одной Вы не любите общество? Думаю, дело в том, что я дочь матриарха И все ожидали, что я пойду по стопам Бенезии Сделаюсь вождем нашего народа Матриархи ведут своих последовательниц в будущее Они ищут истину о том, что еще только грядет Может, потому я так заинтересовалась тайнами прошлого? Глупо звучит, когда говоришь об этом вслух Будто бы я стала археологом, только чтобы насолить Бенезии Все дети бунтуют против своих родителей Естественный процесс взросления Ха-ха, вы мудры, как матриарх Шепард То же самое Бенезия ответила мне, когда я сообщила ей о своем решении Но дело было не только в этом Меня тянуло к прошлому Протеани были кем-то таинственным, мистическим Я хотела все о них узнать Вот почему меня так привлекаете вы Вы отмечены маяком Наидом Прайм Вы коснулись действующей технологии протеан Звучит так, словно вы хотели бы препарировать меня в лаборатории Что? Нет, я не имела в виду ничего Уф, я... Я не хотела вас обидеть, Шепард Я только хочу сказать, что вы были бы интересным образцом для глубокого исследования Нет, так еще хуже Успокойтесь, Лиара Я просто шучу Шутите? Ох, святая богиня, какая же я глупая Наверное, вы считаете меня полной идиоткой Теперь вам должно быть ясно, почему я предпочитаю работать с компьютерами и записями Я вечно говорю что-нибудь неловкое в присутствии других Пожалуйста, давайте сделаем вид, что этого разговора не было Мне пора У меня такое чувство, что вы хотите меня о чем-то спросить, капитан Может быть, вернемся к тому, с чего начали? Вы говорили о своем интересе к протеанам Вообще-то, по-моему, я говорила о своем интересе к вам И при этом выставила себя дурой Я плохо умею общаться с окружающими Особенно с людьми Когда мы встретились, я мало знала о вашем виде Мне трудно было принимать людей всерьез Вы всегда казались такими суетливыми, такими нервными У нас не так много времени Азари может прожить до тысячи лет А у нас 150, это уже рекорд Это верно Сначала я думала, что в этом состоит слабость вашей расы Но познакомившись поближе с вами и вашей командой Поняла, что это может быть ее преимуществом Вы, люди, существа действия Вы преследуете свои цели с неудержимой решительностью Это восхитительная черта, но в то же время и опасная Вы нас боитесь? К сожалению, для всей остальной галактики люди что-то вроде хулиганов Чтобы достичь желаемого, вы идете поперек всех Это мнение сумеют переменить такие люди, как вы, Шепард Я делаю все, что могу, Леара Есть причина, по которой Совет решил, что именно вы станете спектром В вас увидели нечто особенное, лучшее, что может предложить человечество Я посмотрела вашу биографию Я знаю, что случилось на Акузе То, что вы выжили, означает, что вы очень сильны Не надо было действовать за моей спиной Я ей сама бы рассказала все, что вы хотели знать Приношу свои извинения, капитан После нашей последней беседы я боялась, что опять скажу какую-нибудь глупость Я хотела побольше о вас узнать Чтобы понять, что сделало вас таким человеком В вас есть нечто неотразимое, Шепард Вы уверены, что вас интересую я, а не мои протеанские видения? Согласна Сначала мой интерес касался вашей связи с протеанами Но потом он вышел за эти рамки Вы интересуете меня, Шепард Но я не знала, уместно ли поддаваться чувствам Я подумала, что между вами и лейтенантом Оленко уже есть некие отношения Мы с лейтенантом просто друзья Ничего больше Значит, я была не права Я не так хорошо разбираюсь в отношениях между людьми, как мне казалось Но что же мы с вами, Шепард? Есть у нас взаимное влечение? Или в этом я тоже ошибалась? Нет, вы были правы Между нами что-то есть Я знала И знала, что вы это тоже чувствуете Но разве это не странно? Почему меня так тянет к вам? Мы так недолго знакомы Принадлежим к двум разным видам У нас нет почти ничего общего Я не могу понять В таких вещах никогда ничего не поймешь Просто вдруг крас и тебя уже несет в водоворот Вы говорите так хаотично Так опасно Со мной вы в безопасности Мне не нужен защитник Все это как-то неожиданно Я не привыкла к такому К вам Мне нужно время Не торопитесь, Лиара Я никуда не денусь Спасибо, Шепард Давайте Давайте теперь поговорим о чем-нибудь еще Мне пора До свидания, Шепард Если вы хотите обсудить смерть Бенезии Не волнуйтесь Она сама виновата Не делайте вид, будто вас это не расстроило Она же была вашей матерью Была И не была Я лучше буду помнить Бенезию такой Какой она была до того, как властелин подавил ее волю Лучшее, что было вашей матери, живет вас Ее решительность, разум, сила Вы очень добры Я ценю вашу заботу, но со мной все в порядке Бенезия выбрала свой путь А я выбрала свой Я пойду за вами до конца, капитан Мне приятно говорить с вами, Лиара О чем бы то ни было У вас столько такта и терпения Мне ужасно приятно Знаю, о моем народе ходят довольно странные рассказы Мне знаком миф о беспорядочности сексуальных связей у Азари Но по большей части это всего лишь слухи Когда кто-нибудь из моего народа соединяется с представителем иного вида Происходит очень глубокий духовный обмен Мы не так легко вступаем в союз Интересно, что вы под этим понимаете? Подлинный союз это намного больше, чем просто спаривание Это связь, выходящая за рамки физической вселенной Двое становятся одним Сливаются мысли, чувства Скрещиваются личности Память и эмоции переплетаются в единое В восторженное целое Это не похоже ни на что другое Иногда это полностью изменяет всю твою жизнь Потрясающе Если я правильно понимаю, вы... Нет, о нет Ох, у меня все плохо выходит, да? Простите меня Я пытаюсь объяснить, почему я так... Сдержана Союз это не просто секс Это живая кровь моего народа Это способ, который Мазари развиваются как общество Вот почему я никогда... Уф, я хочу сказать, вот почему мы должны очень осторожно выбирать себе партнеров Лиара Я хочу, чтобы вы были полностью во всем уверены Мне всего 106 лет По меркам Азари я еще подросток И время проводила в основном за своими исследованиями Я об этом как-то не думала Пока не встретила вас Меня ужасно тянет к вам, правда Но тут такая круговерть Сарен, Гетты, Пожинатели Я не знаю, готовы ли мы к этому Времена нынче темные, Лиара Может быть, когда все это кончится Хорошо, что вы понимаете Слишком много поставлено на карту Нам надо отбросить личные чувства и сосредоточиться на Сарене Я хотела бы, чтобы все было по-другому Но мы все должны чем-то жертвовать Давайте... Давайте поговорим о чем-нибудь еще Мне пора До свидания, Шепард Капитан Шепард, неужели они это с вами сделали? Мне так жаль Это не ваша вина Это несправедливо Вы делали все, что от вас требовалось Никто другой не справился бы лучше Совет вам всем обязан Всем И вместо этого они лишают вас права командования И ставят Нормандию на прикол Мне плевать, что они не дают мне летать Но они не хотят преследовать Сарена Если они не помешают ему найти канал Мы все погибли Может быть, можно подать апелляцию И добиться пересмотра решения? Я давила на них, как только могла Они не поддаются И вы думаете просто взять и уйти? Сдаться и обречь на гибель всю галактику? Пока что мы вне игры Но я найду дорогу обратно Я в вас верю, Шепард И пойду с вами до конца Шепард, можно с вами поговорить? Я как раз думала о тебе И я о тебе думала И о том, с чем мы столкнемся Не знаю, что ждет нас на Иле Конечно, я надеюсь, что мы остановим Сарена Но я боюсь, что уже слишком поздно Я хочу сказать тебе что-то На случай, если у нас ничего не получится Нам все удастся, обещаю Пожалуйста Я не утешения прошу Возможно, Сарен уже нашел канал Я хочу поговорить откровенно Может быть, это наши последние мгновения вместе Последний шанс открыть свои чувства Я хочу им воспользоваться Не надо этого делать Если ты не уверена Ни в чем другом в жизни Я не была так уверена Ты соединишься со мной, Шепард? Пусть наши тела и сознание сольются Просто скажи мне, что делать Пусть наши тела и сознание сольются Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Святая богиня Это было невероятно, Шепард Это ты была невероятно Расчетное время прибытия к Мюри-транслятору Пять минут Я лучше пойду Долг зовет Джокеру лучше не заставлять ждать Шепард Что бы ни случилось на Иле Я хочу сказать Спасибо тебе За все Рад, что вы целы, капитан Капитан, рад, что вы целы Смерть Дженкинса стала большим ударом для команды Рад, что мы не потеряли еще и вас Не самая приятная у нас выдалась прогулка Да, к погибшим гражданским никогда не привыкнешь Это противоестественно Но вы хотя бы не дали Сарану уничтожить всю колонию Без вас я бы не справилась Мы космопехи Всегда держимся вместе Жаль только, что Дженкинс погиб Да Мне жаль, что я ничего не смогла сделать Я был там Вы все делали как надо Просто не повезло Не чертай себе прогулочка Наша первая миссия кончилась тем, что Один Спектр убил другого Совет Цитадели будет мне в восторге Возможно, используют этот случай Чтобы добиться от Альянса новых уступок Вы хорошо схватываете ситуацию Кадровый военный? Да, как многие биотики Нас ни в чем не ограничивают Но все время следят, конечно Так что можно хотя бы получать за это жалование Да и отец у меня служил Очень мной гордился, когда я сам пошел на службу Наконец Вы же тоже, так сказать, продолжаете семейные традиции? Я не знала своих родителей Если бы они хотели меня увидеть Могли бы выйти на связь после той заварушки А, да, точно Акуза Наверное, после этого вы могли получить любую должность в АКС Говорят, мы летим к Цитадели, мэм Можете рассказать, зачем? Андерсон надеется, что посол устроит нам аудиенцию в Совете Там мы им расскажем, что задумал Сарен Это правильно Им будет интересно узнать, что он больше на них не работает Что бы ни случилось, мы будем на готове Капитан Капитан, у вас есть минутка? Для моих офицеров время всегда есть Если без протокола, я думаю, тут что-то не так Этот Сарен ищет записи о какой-то галактической катастрофе А мы не можем получить поддержку Совета Простите, капитан, это же письмена на стене Но кое-кто их не читает Совет не хочет верить, что что-то не так Я бы сказала, что такова природа людей, но... Понял вас, да Просто за столько времени Совет, пожалуй, должен был догадаться, что что-то произойдет Забавно Вот мы, наконец, добрались сюда, а тут уже во всю жизнь кипит Но пейзаж местных жителей не впечатляет И опасности тоже Так-так, вы у нас романтик Пошли во флот за мечтой, Оленко Будущее человечества в космосе Да, в детстве много таких книжек читал Где герой уходит в космос, чтобы доказать, что достоин своей возлюбленной Или, знаете, искать справедливость Может, и был я поначалу романтиком Но после мозголомки, простите, курса биотической адаптации и регуляции Я много думал Я не за мечтой пошел Просто хотел сделать что-нибудь стоящее И посмотреть, каково тут Извините за неформальность В Баир о протоколе мало думают Расскажите мне об этом По нашу сторону шлюза так никто не выражался Баир Все ребята, кого туда запихали, говорили просто Мозголомка Простите, запихали это неправильно Нам оказали честь пройти оценку наших способностей с целью улучшения понимания биотиков Хотя бывают и худшие последствия Случайного облучения нулевым элементом на внутриутробной стадии Опухоль мозга, например А в том, как вас облучило, было что-то подозрительное? Мою мать облучила во время аварии на транспорте Тогда еще не было человеческих биотиков Это было сразу после того, как на Марсе нашли руины Странности начались только году в 63-м Когда у канатикса кончились субъекты первого поколения А до тех пор им хватало несчастных случаев Вернулся из школы А у двери нарисовалась бригада каких-то типов в галстуках Бац! И ты уже на нулевом скачке Нулевой скачок это станция Гагарин, да? Каково там? Да, официальное название такое Самая большая и самая дальняя наша станция в течение многих лет Как раз на границе Солнечной системы Там раньше проводились безуспешные исследования технологии сверхсветовых полетов Пока мы не узнали секрет полей эффекта массы В мои времена это была чисто научная платформа Нулевой скачок, далеко от дома Каково там было? По телевизору наше окно в космос выглядит лучше Ну ладно Мы должны были заниматься разбором полетов А не слушать истории о том, что было много лет назад Я просто хочу узнать вас лучше Вот и все Спасибо за беседу, Кайден Всегда пожалуйста, мэм Вы со всеми вступаете в такие личные беседы? Нет Далеко не со всеми Поговорим позже Я... Мне нужно время, чтобы это переварить, капитан Но да, мне бы хотелось Вам что-нибудь нужно, капитан? Пытаюсь понять настрой команды Есть что сказать? Хватит мне тратить ваше время, капитан С личными беседами еще успеется Поговорим позже, Кайден С удовольствием У вас сейчас есть время для разговора, капитан? Конечно Садитесь Пока что все шло как по нотам Но поддержки ждать не приходится Придется принимать тяжелые решения Я просто хочу сказать Постарайтесь оставить пути для отступления Я видел, что бывает, когда кто-то приперт к стенке И не хотел бы, чтобы это было с вами, Шепард Капитан Нельзя так обращаться к старшему позванию, лейтенант Я говорил с вами не как со старшей позванию, мэм Я хочу, чтобы вы меня поняли Ориентируюсь на вашу реакцию Если я зайду слишком далеко, скажите Я слушаю Скажите, почему вы решили, что надо поговорить? Имейте в виду, я не ставлю под вопрос ваше решение, Шепард Просто по моему опыту, если что-то спускать на тормозах Тормоза могут сорваться Понимаете, о чем я? Рассказывайте, Кайден У вас над головой будто черная туча повисла Постараюсь не затопить корабль Есть записи о курсах подготовки биотиков на нулевом скачке Они все засекречены Потому что Альянс допустил ошибку После первого контакта для отслеживания случаев облучения и разработки имплантатов Был основан Канатикс Как только у нас появилось посольство на Цитадели Канатикс притащил экспертов Наверняка Канатикс делал то, что считал лучшим Для нас это было не лучшее К нам притащили турианца, бывшего военного капитана Вирнуса Для знакомства он любил говорить Я был в рубке дредноута, который расстрелял твоего отца А я ему сказал, что мой старик на войне не был Он в отставке был в Ванкувере У нас там дом был далеко от моря Остался цел, когда изменилась береговая линия Вирнус мне этих слов не забыл Стал меня донимать на занятиях Там же как? Либо ты становишься суперменом, либо инвалидом Много кто сломался, да и трупы были Я к тому, что когда сильно нажимаешь Не всегда ясно, кто за это расплачивается Зачем вы мне это рассказываете? Я могу вам как-то помочь пережить это? Мне 32 года, Шепард На службе столько не протянешь, если не примиришься сам с собой К тому же, если кто-то для тебя много значит, ты ему помогаешь Стараешься, чтобы он не наделал ошибок Много значит, да? Если я не прав, только скажите Вы правы, Кайден Но существует устав Я вас понял, Шепард Я привык к субординации Просто обдумайте мои слова Поговорим позже, Кайден С удовольствием После прошлого разговора у нас было мало времени И тогда было много всего сказано Тогда вы были решительны, лейтенант А сейчас почему запинаетесь? Я не хочу вас отвлекать Чем дальше, тем серьезней все становится Просто хочу выговориться На разборе полетов было не самое подходящее время говорить об этом Такое впечатление, что каждая раса в галактике поглощена своими проблемами И не хочет видеть, что нас ждет Верите, что все будет хорошо? Я бы сказала, что такова человеческая природа Да, кое-что бывает общим у всех видов После того, что случилось с Вернусом, об этом надо было бы помнить По-моему, после Вернуса у вас до сих пор камень на сердце До встречи с Вернусом я знал столько же, сколько любой гражданский Инопланетяне загадочные превосходят нас и пытаются нами командовать Тогда ведь прошло всего 26 лет после первого контакта За это время мы не успели их понять Вернус показал мне, насколько инопланетяне похожи на людей Нет в них ничего особенного Придурки и святые, как и мы Черт, к тому времени, как я смог отыграться, мне это уже не было нужно Вам явно было нелегко Что же случилось? Он покалечил одну девушку Сломал ей руку Она протянула руку за стаканом А надо было использовать биотическую силу Просто хотела попить воды без того, чтобы у нее носом пошла кровь Я встал, как идиот Не знал, что собираюсь сделать Но должен был сделать что-то А Вернус вышел из себя Стал избивать меня Орал, что надо было бомбами загнать нас в каменный век И нож достал Армейский клинок прямо у меня перед лицом Ну, я сорвался Использовал свои способности и вломил ему по зубам Почти с теперешней своей силой 17 лет это немало Я полагаю, вы были в шоке от произошедшего Но Вернус был в еще большем шоке Потому что я его убил Сломал ему шею Может, его бы успели спасти, если бы сразу отвезли в лазарет Но они не стали Когда его отправили домой, поднялась Буча Курс Баир закрыли Через пару лет Канатикс свернул работы Забавно Не знаю, кому из нас в итоге пришлось хуже Вы ведь были еще ребенком Как вы это пережили? Да нет В тот момент нет Я не жалел о его смерти, но жалел, что это я его убил Так что на время замкнулся в себе Меня отпустили Им вряд ли хотелось раздувать эту историю А я пришел в себя, потому что хотел служить Так что да, я этого турианца ненавидел Но для меня он был не турианцем Он был Вернусом Я переживала, что у вас остались душевные травмы Есть на мне пара царапин Надеюсь, они придают мне мужественности Не думаю, что нам придется долго работать без поддержки Скоро даже Совет не сможет игнорировать то, что происходит Надеюсь, мы будем вместе, когда все кончится, Шепард Я жду не дождусь увольнительной Поговорим позже, Кайден С удовольствием Мы уже близко к цели Когда мы все сделаем, Совету придется встать под наше знамя Если бы мы могли привлечь Совет на свою сторону Это стало бы прекрасной возможностью для Альянса Борьба была нелегкая Но теперь мы заслужили их уважение А вы со времен Акузы были на переднем крае Вас вряд ли что-то может остановить Я в жизни не встречал такой женщины, как вы Жизнь и у вас была не из легких Но мне нравится, кем вы стали Что вы, капитан? Заставляете меня краснеть Я серьезно, Шепард Я хочу пройти все до конца Служебные дела мешают, конечно Но когда задание будет выполнено Все будет иначе Надеюсь, что вы думаете так же Мэм Звучит заманчиво Осторожнее, вы отвлекаете меня от спасения галактики Все само собой сложится в ближайшие дни Или ночи Шепард, у меня рядом с вами мысли путаются Мы сделаем это, капитан И чем раньше, тем лучше Поговорим позже, Кайден Капитан, вы в порядке? Я уверен, есть способ подать апелляцию В конце концов, мы на службе Альянса, а не Совета Официальные каналы перекрыты Это они мне ясно дали понять Перекрыты? И мы должны с этим смириться? Так как по-вашему? Откуда будет лучший вид, когда пожинатели рванутся к нам? Если уж сидеть сложа руки, то выберем хорошее место Пока что мы вне игры Но будьте рядом, когда я пойму, что делать Можете рассчитывать на меня И на любого члена команды, капитан Ну же, Кайден Отдать честь мне может кто угодно на борту Но порой мне нужно плечо друга Сами знаете, я говорю так, чтобы в любой момент можно было пойти на попятную Я здесь ради вас Но положение у нас тяжелое И мне вовсе не хочется заниматься чем-нибудь грязным Давайте для начала все проясним Мы гордость флота или нет? Ценные агенты или чернорабочие? Не могли просто сказать, мол, все будет хорошо, а? Вот так просто? Ну ладно Все будет хорошо, Шепард Вы что-нибудь придумаете Не так уж это и сложно, правда? Пора уже привыкнуть Думаю, у нас будет свободное время поразмыслить о том, кто мы Простите, что перебиваю Вам сообщение от капитана Андерсона Капитан? Вряд ли стоит так меня называть Мне даже эту форму, наверное, нельзя носить Да, жуткое дело Мы нарушили присягу защищать Альянс, чтобы защитить его А что, если мы не справимся, Шепард? Мы подняли мятеж Угнали образцовый корабль Если вдаваться в подробности К этому можно навесить еще и похищение людей Мы же лучшие представители человечества, черт возьми Приходится все время себе напоминать, что мы поступаем правильно Причем я сама себе не верю Если бы я не считал, что вы поступаете правильно, меня бы тут не было Вот доберемся до Ила, там будет жарко Если все пойдет не так, как надо, я хочу сказать Мне нравилось служить у вас Кайден, ты давно уже не мой подчиненный Не пора ли вести себя соответственно? Роман на поле боя не шутки, Шепард Он запрещен уставом Я думаю, на трибунале это нарушение будет не в первой десятке списка твоих обвинений Знаешь что, ты права Во всем Я не могу себе позволить потерять тебя Галактика никуда не денется Все может подождать, даже пожинатели А мы с тобой Вот что важно прямо сейчас Этот момент больше никогда не повторится Шепард, с тобой я чувствую себя Человеком Оставайся сегодня здесь, Кайден Со мной Это приказ, капитан? Кайден, рядом с тобой я чувствую, что могу одолеть вселенную А сейчас у меня нет выбора Это ничего не изменит, Шепард У нас хорошая команда Лучшая из всех, с какими я служил И я не хочу портить отношения с ними Субтитры создавал DimaTorzok Давным-давно я не встречал женщину, которая Мостик к капитану Шепард Мы в пяти минутах от Мюри-транслятора Ты очень мил, Кайден Тебя на мостике Джокер ждет Но клянусь, если с тобой что-то случится Будь осторожна, Шепард Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok